напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать на фото 1948 года советский автомобиль а в чем была уникальность этого автомобиля а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео это паровой автомобиль нами 012 с котельным агрегатом на дровах у водителя не было необходимости постоянно наблюдать за процессом горения и подавать дрова в топку по мере их сгорания дрова по мере выжига под действием собственного веса опускались на колосниковую решетку сами процесс горения регулировался изменением подачи воздуха под решетку автоматом давления воздуха или водителем из кабины одной заправки дровами влажностью до 35 процентов было достаточно для непрерывного пробега по шоссе до 80 100 километров как называлась эта электронная советская игра в 1988 году на советском рынке появилась электронная игра береговая охрана это было устройство размером примерно 30 на 30 сантиметров и толщиной 4 сантиметра на игровом поле напротив было 10 кораблей которые нужно было расстреливать при помощи ручки управления стоила такая игра не дешево целых 30 рублей какое лекарство детский доктор приготовил фильме приключения желтого чемоданчика в фильме детский доктор был необычный у него были леденцы от страха а с помощью других чудесных лекарств он вполне мог лечить от злости и коварства глупости грусти вранья болтовни фильме был показан сюжет как доктор готовил лекарства под названием антиболтин что это за устройство советского производства с 1974 года на рижском заводе полупроводниковых приборов было начато серийное производство инизатора воздуха рига устройство было предназначено для коррекции ионного режима в жилых или служебных помещениях после включения ионизатор начинал жужжать а воздух в комнате наполнялся ароматом дождя прибор был очень популярен и стоил 10 рублей 50 копеек в каком городе ссср производились детские автобусы кинотеатры в ссср существовали детские кинотеатры в автобусе они производились в минске на базе автобуса зис 155 изначально такие кинотеатры были рассчитаны на 28 мест а потом их количество удалось увеличить до 50 билеты стоили недорого около 10 20 копеек некоторое время детские кинотеатры финансировались государством и были полностью бесплатными кто является автором картины юные фигуристы картина юные фигуристы была написана художником ниной сергеевой в 1950 году это яркий представитель московской импрессионистической школы персональные выставки художницы с успехом проходили как в ссср так и за границей в праге париже люксембурге сколько стоило в ссср сходить в баню в шестидесятых семидесятых годах в тридцатых годах жители деревень начали массово перебираться в города где жили в бараках общежитиях и коммуналках с весьма сомнительными удобствами поэтому очень популярными были общественные бани в которой традиционно ходили по субботам даже с появлением хрущевок с цивилизованными санузлами традиция все равно сохранилась посещение бани в шестидесятых семидесятых годах обходилась советскому человеку в 15 копеек как называлась эта советская пудра советские пудры производились преимущественно из талька мела белой глины двуокиси титана и минеральных веществ они были в основном рассыпчатыми и продавались в картонных коробочках самым доступным вариантом был лебяжий пух от московской новой зари такая пудра стоила 12 копеек что это за советский еж это щетка для чистки ковров еж которая выпускалась кировским электромашиностроительным производственным объединением компактное устройство собирала мусор на коврах в специальный отсек такого помощника хозяйки можно было купить за 6 рублей а самый юный пионер герой это кто самый юный пионер герой это надя богданова она стала разведчицей в партизанском отряде в возрасте 9 лет в 1941 году ее вместе с другими воспитанниками детских домов эвакуировали из витебска но поезд с детьми разбомбили немецкие самолеты надя вместе с другими немногими выжившими детьми убежала в лес спустя три недели голодных скитаний она попала в партизанский отряд путильский несмотря на юный возраст надя храбро выполняла сложные задания в тылу врага в каком году в ссср было начато производство туалетной бумаги производство туалетной бумаги в ссср было начато в 1969 году на сельском целлюлозно бумажном комбинате до этого момента такую роскошь можно было найти только в гостиницах для иностранцев которые заказывалась из-за рубежа где снимали известный фильм человек с бульвара капуцинов действие фильма разворачивается на американском диком западе но съемки проходили в ссср наиболее подходящими оказались ландшафты окрестностей города коктебель и села белая скала в крыму что за предмет советского производства на фото на фото изображен настоящий прорыв советской бытовой техники автоматическая стиральная машинка эврика 1970 года выпуска в ней был реализован отжим и автоматический слив воды откуда в советскую моду пришли брюки клёш изначально брюки клёш шили для матросов американского флота расширенный к низу крой был продиктован не эстетикой а исключительно комфортом служащих какие советские животные первыми облетели луну на космическом летательном аппарате первыми из живых существ которые облетели луну стали советские среднеазиатские черепахи из казахстана полет был осуществлен 21 сентября 1968 года на летательном аппарате зонт-1 выносливые животные благополучно вернулись на землю после посещения сталином кого была создана икона с изображением святого сталина согласно легенде во время великой отечественной войны сталин посетил святую матрону которая предсказала победу ссср этот сюжет отражен в иконе которая появилась в одной из церквей санкт-петербурга это возмутило общественности настоятель храма был отстранен от должности что такое пенсия согласно мнению иосифа сталина сталин считал что пенсия это зарплата за воспитание внуков и преемственность поколений в ссср пенсионный возраст рассчитывался исходя из физиологических особенностей организма а также с тем учетом чтобы своевременно освобождались рабочие места для молодежи как фидель кастро избежал поцелуя брежнева при посещении ссср в 1971 году фидель кастро впервые посетил ссср он знал о привычке брежнева целоваться и боялся стать посмешищем у себя на родине чтобы избежать поцелуя советского лидера прежде чем спуститься по трапу самолета фидель кастро взял в зубы сигару как называется мультфильм в котором впервые прозвучала песня чунга чанга а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео в мультфильме котирок прозвучала знаменитая песенка чунга чанга слова написал юрий энтин а музыку владимир шаинский композицию исполнили аида ведущего и анатолий горохов а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за устройство в данном коротком ролике и для чего оно используется напишите в комментариях ваш вариант ответа что это за устройство и для чего оно используется надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест